Здравствуйте, уважаемые друзья! Совместно с сотрудниками госавтоинспекции мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в студии Ирины Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня мой собеседник Татьяна Каменская, начальник отдела организации дознания УМВД России по Тверской области. Татьяна Геннадьевна, приветствую вас! Добрый день! К сожалению, статистика, о которой мы сегодня приведем, она безрадостна. За 6 месяцев 2024 года на территории региона произошло 50 аварий по вине пьяных водителей, в которых погибло 8 человек и 65 получили ранения. Мы в наших программах постоянно говорим и не устаем повторять, что пьяное вождение сродни убийству. Это, к сожалению, бич на наших дорогах. Искоренить ситуацию в ближайшее время навряд ли получится, но хотя бы уменьшить масштаб этой проблемы. Давайте поговорим сегодня об этом и о том, что, к сожалению, случаются факты управления в нетрезвом виде повторно. Когда же человек был наказан штрафом и что теперь? Давайте вот всё по полочкам ещё раз разложим, объясним, почему это нельзя и какая ответственность. Да, конечно, уважаемые радиослушатели. К великому сожалению, на территории Тверского региона продолжают иметь место факты управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и наркотического опьянения. В том числе, когда граждане нашего региона уже были привлечены к административной ответственности за управление в состоянии опьянения, либо за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Я тут перебью. Отказ от освидетельствования равносилен алкогольному опьянению. Да, вот хочу тоже обратить особое внимание слушателей на то, что если вы считаете, что вы едете в трезвом состоянии, но по каким-то объективным причинам, поверьте, эти причины сотрудники ГИБДД, как правило, отражают в своих документах, в рапортах, почему они предложили вам пройти освидетельствование, в чём возникли сомнения в вашем состоянии наркотическом, либо алкогольном. И если вы в этом случае решаете, что вы трезвы и вам незачем проходить освидетельствование, то в данном случае вы всё равно будете привлечены к административной ответственности на первый раз именно за отказ от освидетельствования. А на второй раз вам будет грозить уголовно наказуемое деяние. Вы будете привлечены к уголовной ответственности. Поэтому, если вы тем более точно знаете, что вы не употребляли никакие запрещенные вещества и алкоголь, если и накануне также у вас нету остаточного явления, то требования сотрудников ГИБДД выполнить обязаны, пройти освидетельствование обязаны. И уже по его результатам, если вы будете совершенно трезвы, вы, естественно, не понесёте никакой ответственности ни административной, ни в дальнейшем уголовной. Поэтому не рекомендую отказываться от требований сотрудников ГИБДД и потом доказывать, где-то ходить, а я был трезвый. Дело не в том, пьяный вы или трезвый. Вы обязаны выполнить указание, требование, законное требование сотрудников ГИБДД. Причём сотрудник ГИБДД ведь не должен объяснять, почему он это требует от вас. Ну, как правило, тем не менее, сотрудники ГИБДД говорят о том, что либо поведение человека не вполне соответствует обстановке, расширены могут быть зрачки и возникает подозрение в употреблении запрещенных препаратов, возможен запах алкоголя изо рта. Но сотрудники ГИБДД просто от нечего делать гражданам не пристают и не тратят ни алкотестеры на предмет продувания и установления состояния алкогольного опьянения, не выписывают направление и не везут в медучреждение для того, чтобы сдать анализы и установить, в принципе, какое-либо опьянение у гражданина. Теперь поговорим непосредственно об уголовной ответственности человека, который повторно попался, что называется, за управление автомобилем в состоянии опьянения. Значит, что касается уголовно наказуемого деяния. Я уже говорила неоднократно, что законодатель пытается ужесточать ответственность за повторное управление в состоянии опьянения, либо за отказ от освидетельствования. В связи с тем, что, к сожалению, на протяжении многих лет, а это практически 10 лет у нас существует уголовная ответственность, в любом случае, данные факты не искореняются. Продолжаем мы выявлять и устанавливать факты управления в состоянии опьянения граждан. Поэтому одним из ужесточений, которое принял законодатель, явилось арест и конфискация транспортных средств, которыми управляло лицо в состоянии опьянения. Значит, ну вот приведу такие небольшие вам цифры за полугодие этого года. Суд всего мы направили до знания Тверской области. 170 уголовных дел по 264 прим. 1 части 1 и 264 прим. 1 части 2 уголовного кодекса. Одна часть от второй отличается лишь только тем, что первая часть возбуждается преступление после административной ответственности за аналогичные деяния. А вот вторая часть – это когда уже лицо было осуждено по 264 прим. 1 части 1, имея непогашенную неснятую судимость, вновь допустило управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказалось от прохождения освидетельствования. Это уже получается как рецидив. Да. И вот таких дел мы направили 170. Из этих 170 преступлений 127 видов транспортных средств арестовано судами. Угу. Это значит, что 127 транспортных средств подлежит в последующем конфискации. Конфискация происходит во время того, когда судья принимает решение по уголовному делу, в том числе принимает решение конфисковать транспортное средство и обратить его в доход государства. Еще раз хочу обратить внимание. Законодательно это пошел именно потому, что были факты неоднократного управления одним и тем же лицом, одним и тем же транспортным средством в состоянии опьянения после привлечения к любому виду ответственности. Так вот, я думаю, что решение законодатель принял вполне объективное и правильное. Наверное, когда транспортное средство уходит в доход государства, может быть, не на чем больше будет ездить в состоянии опьянения за рулем на территории Тверского региона, ну и в принципе Российской Федерации. Такие же, скажем так, ограничения и такие же изменения в законодательствах существуют и, например, в Белоруссии. Там даже за административную ответственность конфискуют транспортные средства. Я считаю, что это нам поможет снизить количество фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения либо за отказ от освидетельствования. Единственный вопрос. Значит, законодатель прописал, что конфискации подлежат транспортные средства, которыми управлял собственник. Вместе с тем, пленум Верховного суда разъяснил, что собственник – это не только тот человек, кто находился за рулем. Вернее, транспортное средство не только может быть его единоличной собственностью. Это может быть транспортное средство семейное. Например, родители с детьми, машина оформлена на маму, ездит за рулем сын в состоянии алкогольного опьянения. Такое транспортное средство также будет подлежать конфискации решением суда и, соответственно, наложением сначала арестом на это транспортное средство. То же самое, когда речь идет о супружеской паре, где имеется транспортное средство, которое не может быть оформлено сразу на двух супругов. Естественно, кто-то один является собственником. И, соответственно, если этот кто-то один из семьи позволяет себе управлять этим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, то данное транспортное средство тоже подлежит аресту и в дальнейшем конфискации в доход государств. Татьяна Геннадьевна, как давно вы работаете в рамках нового закона, согласно которому имеем право на конфискацию у злостных нарушителей правил дорожного движения машин. Данную норму законодатель включил в уголовный кодекс в декабре 2022 года. И с тех пор весь 2023 год и половина года 2024 мы выходим с ходатайствами в суд о наложении арестов на транспортные средства, а в дальнейшем суд, принимая решение по уголовному делу в отношении виновного лица, вынося наказание, в том числе принимает решение и по транспортному средству, обращая его в доход государства. Кстати, как сами нарушители? Они не знали, что такое может случиться, а вось и дальше пройдет. Я и десятый раз буду садиться за руль пьяным. Как они реагируют на то, что они могут лишиться машины? Ну, каждый пытается из данной ситуации найти какие-то хитрые выходы. Почему вышел пленум Верховного суда, разъясняющий, что транспортное средство семейное тоже подлежит аресту и в дальнейшем конфискации, потому что, скажем так, оправдывали, что машина не моя жены, машина не моя мамина, папина, брата и так далее. Но вот законодатель, анализируя какой-то период времени и видя, каким образом пытаются уйти от этой ответственности и от этого факта, обвиняемые и подсудимые граждане, приходит к выводам, что необходимо ужесточать и все равно конфисковывать транспортные средства, обращая в доход государства. Еще я хочу сказать, что приятного в этом это то, что конфискованные уже транспортные средства по возможности направляются в зону СВО, предлагается. Этим занимаются больше, конечно, судебные приставы, потому что решение суда исполняют они. Но и с учетом, что конфискуются разные транспортные средства, это не обязательно, там легкие легковушки, есть и Нивы, есть и другие кроссоверы и машины с повышенной проходимостью. И предлагается направлять и направляются транспортные средства именно в зону СВО. Остальные, ну я так предполагаю, с молотка реализуются, и деньги поступают в доход государства. А по поводу того, как еще избежать конфискации, пытались приносить подозреваемые подсудимые, и оформленные договора купли-продажи задними числами на эти транспортные средства. Но я хочу сказать, суд ко всему относится очень критически, и понимая о том, что данные мероприятия или данные телодвижения проведены уже после того, как лицо зафиксировано, что оно управляло в состоянии опьянения транспортным средством, суд выносит решение о конфискации. Если человек сел в машину своего знакомого, дальнего родственника, ну, который вообще ему не принадлежит никаким боком, такие случаи бывали? Да, конечно, вот мы, я уже сказала, направили в суд 170 уголовных дел, а машины арестовали только 127. 127, угу. Да, это говорит о том, что вот частично есть факты такие, что управляют транспортным средством совершенно посторонних лиц, скажем так, не родственников. Но, к сожалению, даже есть факты, они единичные, но они есть, когда в состоянии опьянения управляют транспортным средством, принадлежащим организации, например, то есть водители организации. И такие факты единичные, но имеют место быть. Так вот, в данных случаях, конечно, такое транспортное средство не подлежит ни конфискации, ни аресту, ни конфискации. Вместе с тем у нас существует административная ответственность за передачу своего транспортного средства лицу, находящимся в состоянии опьянения. Поэтому сотрудники ГИБДД в таких случаях рассматривают вопросы привлечения собственника транспортного средства к административной ответственности денежными знаками. Поэтому без ответственности не остаётся никто. Да, конечно, заплатить штраф, либо лишиться транспортного средства – это две большие разницы. Но вместе с тем, когда передаём своё транспортное средство ненадёжному, скажем так, водителю, который может сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, надо понимать, что ответственность собственник всё равно понесёт. Татьяна Геннадьевна, какие дела, какие ДТП рассматривает отдел организации дознания УМВД? Ведь есть разная, да, подследственность? К великому, наверное, счастью для дознания нам ДТП не подследственный. То есть независимо от того, первая – это часть, либо шестая, 264-й статьи, то есть либо после ДТП это тяжкий вред получили потерпевшие, все остались живы, либо, к сожалению, наступил смертельный исход, летальный исход, и ни один человек, возможно, погиб. Всё расследует следственная часть. Это их подследственность. Но вот вы уже перевели статистику по водителям состояния алкогольного опьянения. Да, и есть случаи, где в ДТП попадают несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения на транспортных средствах своих родителей. И вот, конечно, после таких фактов родители, ну, я не знаю, даже если это без смертельного исхода, несут и моральную ответственность то, что ребёнок пострадал физически, и транспортное средство, как правило, пострадало материально. И хорошо, если никого не задавил этот ребёнок. Ну, вот легкомыслия родителей, которые либо позволяют в доступности хранить ключи от транспортного средства, если даже дети несовершеннолетние, да, это не маленькие дети, это дети лет 17-16, подростки, но имеют доступ к ключам от автомашины, от мотоцикла, например, либо просто считают, что ребёнок уже взрослый, и сами разрешают управлять транспортными средствами без права управления, так как, допустим, машиной управлять ни в 17, ни в 16, тем более, лет нельзя. Поэтому. Но эти родители, я считаю, своим легкомыслием просто и себе создают проблемы, и, главное, создают проблему своему ребёнку. То есть такие факты, к сожалению, имеют место тоже быть. Я знаю, что бывают среди нарушителей, грубых, и в том числе и женщин. Да, да. Вот хочу сказать, что за полгода мы привлекли к уголовной ответственности 11 женщин. Ого. 11. Из них одна, она уже была судимая за пьяную езду. А вот 10 – это после административной ответственности. 11 женщин по области привлечены к уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Сложно сказать. Это, конечно, женщины возраста от 38 до 45 лет. Возраст вот такой у этих женщин. Но я считаю, конечно, полностью безразличие к своей судьбе, наверное, и вообще к поведению на дорогах и к отношению в этой части к ответственности. Но законодатель в этом плане не жалеет, неважно, женщина это или мужчина. Конечно, транспортные средства, если сами они за рулем, на своем транспортном средстве также конфискуется и уходит в доход государства. Но, конечно, все равно вызывает, ну, скажем так, не очень приятный осадок. Все-таки, на мой взгляд, женщины всегда более разумны, более аккуратны, осторожны и более ответственны, как показывает жизнь. Но вот все равно они также есть. На ваш взгляд, профилактической работы, которая проводится сейчас, тот же контроль трезвости, ее достаточно? Я знаю, что сотрудники ГИБДД постоянно бывают и в детских садах, и в школах, и в лагерях, и в трудовых коллективах, рассказывая, показывая страшные ситуации, страшные кадры. Конечно, я не знаю, мне сложно говорить о том, о чем думают наши граждане. Но если, например, в больших городах все-таки дисциплину побольше стараются соблюдать, то в маленьких населенных пунктах, особенно в деревнях, если это особенно пятница и после трудовой недели начинается употребление алкоголя, то даже доехать до ближайшей точки, чтобы еще купить алкоголя, позволяют себе сесть за руль транспортного средства, неважно, мотоцикл, мопед, машина, и все равно ехать за рулем. Кажется так круче, кажется так удобнее и так далее и тому подобное. Конечно, к сожалению, сотрудников ГИБДД не хватает на то, чтобы пресекать пораньше вот такое поведение. Они стараются, они проводят контроли трезвости и активно работают, и ответственно работают. Но, как показывает практика, раз продолжают выявлять, значит граждане не до конца верят, что они попадутся обязательно в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Ну вот еще хочу сказать, что за полгода где наибольшее количество поймано пьяных водителей? Да, село, город, Тверь, округа. Ну, например, Конаково, причем там у нас 22 человека за полгода. Это, к счастью для нас, жители, очень большое количество из них, Москва, Московская область, которые приезжают на выходные в Конаковский район, в Конаковские зоны отдыха и позволяют себе... Ну да, оттягиваются, мол, все дозволено далеко от дома. Конечно. Вышневолочок, 21 человек пойман за полугодие и привлечен к уголовной ответственности. В городе Твери почему-то именно заволжская территория. Наибольшее количество – 20 человек. Ничего себе. И Калининский – 17 человек. Ну, Калининский – это расположение дачи, деревни, где люди отдыхают. Да, да. Это именно вот говорит о том, что в этих местах, скажем так, есть возможность приезжать на выходные для того, чтобы провести время и отдохнуть от рабочей недели за городом, да, в каких-то небольших населенных местах. И вот о чем я говорила. Позволять себе расслабляться алкоголь. Как правило, его не хватает. И как правило, хочется еще куда-то доехать и еще прикупить. Срочно надо и позволяют себе сесть и поехать на транспортном средстве. И мы еще раз говорим, к чему это может привести. Слава Богу, если вы никого не угробите и сами останетесь живы. Но потом это будет, возможно, лишение свободы, конфискация транспортного средства. Мы сегодня, затрагивая вопрос безопасности на дорогах, не можем обойти, наверное, вопрос, который мы тоже постоянно говорим. И сейчас несколько слов предупреждения относительно увеличения числа мошенничеств на нашем регионе. Это беда всей России, но тем не менее, еще раз давайте предупредим. Да, спасибо. Конечно, очень хочу обратить внимание, уважаемые слушатели, вас. Конечно, на территории всей России этих фактов много. О них говорится и по телевизору, и показаны разные передачи. Но давайте, как минимум, начнем со своего региона. Но первое, на что хотелось бы обратить внимание, прежде чем переводить куда-то денежные средства, которые вам даются потом, кровью, или оформить какой-то кредит, который надо обналичить и направить куда-то, подумайте, первое, что даже если мы поймаем этих мошенников, деньги в том количестве, в котором вы умудряетесь обогатить преступников, как правило, назад не возвращаются. С них нечего взять. Еще и потому, что, как показывает практика, эти преступники, которые получают основную массу денежных средств, находятся на территории Украины. Это раз. Подумайте второе, что идет СВО, где наши ребята, мужья, братья, сыновья погибают, здоровье подрывают. Мы, перечисляя бездумно деньги по сообщениям о том, что нам звонят ФСБ, полиция, ну, неважно, любая организация, банки, госуслуги, мы, безумно перечисляя деньги, задумайтесь о том, что мы помогаем Украине. Приведу простой пример. На прошлой неделе одна женщина, житель города Твери, перевела 8 миллионов рублей. Ужас. Это одна. Теперь представьте, сколько ежедневно перечисляется денежных средств. И еще раз повторяю, основная их масса идет на Украину. Тем самым мы с вами не помогаем нашим парням защищать интересы Российской Федерации воюя на СВО, а поддерживаем вражескую армию. Думайте об этом всегда. Как легко и просто ничего не делать, не переводить и не вестись на все эти уловки. Вам, как только какие-нибудь слова по телефону говорят о деньгах, либо о счетах, ложите трубку. Вы же все здравомыслящие люди. Если вам говорят, что ваши родственники попали в ДТП, перезвоните этим родственникам, возьмите передышку, положите телефон, отключитесь от тех, кто вам сообщает страшные какие-то вести. И сами наберите внукам, детям, родственникам иным. И узнаете, действительно ли ваши родственники попали в беду. Я думаю, вы так вот объясняете уже, хотя сколько раз, что должно уже до людей дойти. У нас, к сожалению, программа подходит к концу. Мне бы хотелось еще несколько слов услышать про тех, кто стоит здесь на страже закона, кого вы представляете, наши постоянные спикеры программы и сотрудники госавтоинспекции, и сотрудники ОМВД России по Тверской области. Кто и как может пополнить ваши ряды? Безусловно, конечно, это большая проблема, уважаемые слушатели. Мы с удовольствием своей дружной, добросовестной, грамотной семьей примем в свои ряды всех, кто желает стоять на страже защиты прав и интересов граждан. Мы расскажем о том, какие у нас есть службы. Независимо от имеющегося у вас образования, конечно, в первую очередь мы бы хотели видеть в своих рядах юристов с высшим юридическим образованием. Но вместе с тем мы с удовольствием расскажем про каждую службу, расскажем, куда мы вам можем предложить прийти служить. Подумайте о том, что служба в органах внутренних дел – это служба, которая стабильна, государственная и которая может дать в жизни очень много положительного. Даже если через какое-то время вы захотите найти свое призвание в гражданской сфере деятельности и на гражданской службе. Пройдя нашу службу, вы только получите однозначно много знаний, умений и профессионализма. Ждем вас с удовольствием в наши ряды. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Татьяна Каменская, начальник отдела организации дознания УМВД России по Тверской области. Спасибо, Татьяна Геннадьевна, за ваши советы, за ваше предупреждение о бдительности всем жителям и гостям нашего региона. Надеюсь, что прислушаются к ним. И этот год мы завершим достойно и лето проживем спокойно, наше солнечное лето, которое так все долго ждали. Уважаемые друзья, до свидания. Будьте здоровы и соблюдайте закон. До свидания. Всего доброго.